Приветствую, друзья! Некоторое время назад мы с вами познакомились с очень ловким и, главное, действенным способом получить крутые беспроводные наушники при минимальных затратах. Я говорю о беспроводных заушинах KZ-AZ09, которые стали настоящим бестселлером у данного производителя. Причем к ноль и Zenith решили не останавливаться на достигнутом и уже под брендом дочерней компании выпустили продолжение. Улучшенную версию на обновленном железе называется CCA-BetaX. Пользоваться устройством просто. Берете свои любимые проводные наушники на вилочных QDC-коннекторах и подключаете их непосредственно к героям обзора. Тем самым вопрос качества звучания решается как бы сам собой и не нужно таскать везде все эти вечно путающиеся провода. Удобно, универсально, а главное, друзья, очень недорого с учетом получившегося тут звучания. Собственно, очень интересно. Поехали. Упаковка выглядит очень даже неплохо. На ней нам изобразили сами беспроводные модули в кейсе, а сзади в качестве достоинств обозначили Bluetooth версии 5.2, поддержку ASI кодека и довольно внушительную емкость кейса в 800 мАч, что суммарно позволяет получить до 45 часов воспроизведения музыки. Это с учетом около пяти часов работы на одном заряде. Заметьте, емкость батареи наушника упала с 50 до 35 мАч, а время воспроизведения уменьшилось всего на 1 час. Это благодаря новому энергоэффективному чипу QCC3040. И еще непонятно почему на коробке не указан поддерживаемый здесь кодек PTX, что, на мой взгляд, просто архиважно. В комплект нам, конечно же, приложили небольшую такую инструкцию по эксплуатации и вот такой короткий Type-C кабель. Наушники, как вы, наверное, догадались, следует приобретать отдельно. Подойдет что угодно на QDC-коннекторах. Например, KZ-ZSX, ZAX, ZAS, ZSN PRO, DQ6, TRNVX, NF-Audio, NA2+, новый бюджетный хит CC и CRE и что угодно вообще от этих же производителей. Кейс, друзья, на мой взгляд, нисколечко не изменился. Все такой же гигантский, что едва ли уместится в боковом кармане штанов. Из функциональных элементов тут есть лишь Type-C порт для зарядки и большой такой индикаторный светодиод спереди. Внутри же, похоже, тоже решили ничего не менять. Да и зачем? Здесь все продумано ну просто идеально. Заодно только пространство для наушников хочется сказать им огромнейшее спасибо. Даже у TRN тут есть чему поучиться, хотя они в этом деле были на самом деле пионерами. А вот модули выглядят уже, друзья, ну совсем по-другому. Обычную заушину заменили на более гибкую прорезиненную. Сам блок заметно уменьшился, при этом на нем так и оставили светодиод состояния, две клеммы, микрофон и механическую кнопку управления. Один клик, по которой, конечно же, ставит музыку на паузу, два переключать треки вперед или назад, зажатие вызывает голосовой ассистент, а три клика, в зависимости от того наушника, на котором нажимаем, включает игровой режим и режим максимальной мощности. Первый нужен, чтобы уменьшить задержку в играх вплоть до 40 миллисекунд. Второй же, хотя и уменьшает время прослушивания, однако дает куда более интересное звучание за счет полного раскрытия усилительной части. Такого в первой ревизии точно не было. Ну а с качеством встроенного микрофона вы, конечно же, можете ознакомиться самостоятельно. Я вставлю отрывочек из записи. Слушаем. Тестируем качество записи микрофона, беспроводных ТВС заушин, CCA и BTX. Вот, собственно, так они и записывают. И именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Суммарная же эргономика, как и в первой версии, очень зависит от выбранных вами наушников. С одними у меня все изначально село идеально, а с другими требовалось переформирование заушин при помощи горячей воды или же фена. При этом в паузах я слышу абсолютную тишину, связь модель держит отлично, а громкости так вообще здесь просто с огромным запасом. Я слушал где-то максимум на 40-50 процентах из 100. А следовательно, заявленные производителем 5 часов на одном заряде они вполне способны нам предоставить. Жалко, водозащиты тут никакой не заявлено. Вот так вот это, собственно, и выглядит. Ну и незабываем о появившемся в этой ревизии, о ПТХ кодеке, с которым звучание получило заметный прирост в качестве проработки музыкального полотна, увеличилась четкость, детали и всякие оттенки звукоизвлечения теперь вообще стали, ну, буквально осязаемы. При прямом сравнении с KZ AZ-09 там все заметно мутнее и в целом проще. Теперь же звук обрел правильный вес, глубину, выровнялась середина, проявилась энергия, а с высоких убрали имеющуюся в первой версии излишнюю яркость и резкость. По моим субъективным ощущениям стало, конечно, чуть менее эмоционально, зато намного взрослее и естественнее. Более современный чип, лучшее усиление, что тут сказать. А вот в цене прирост небольшой, с 25 до 40 долларов. Впрочем, тут уж решать вам, нужен ли вам более продвинутый кодек и лучшее качество звучания или же выбрать старую версию с дополнительным часом автономной работы. Я сам считаю, что переплата того вот явно стоит. Итогом, новые беспроводные модули CC и BTX вызвали у меня исключительно положительные впечатления. Производитель реально взял просто сверхудачную модель и прокачал ее до максимума, существенно облегчив и установив самое актуальное на сегодня железо. Отсюда и появившаяся здесь поддержка aptx кодека. Работают модули довольно долго, по громкости тут с огромным запасом, механическое управление, режимы для игры и для Hi-Fi качества звука и просто гигантская батарея в самом кейсе. Если у вас есть любимые проводные наушники и вы таки решили перейти на Bluetooth, пожалуй, это лучший способ получить максимум при минимальных затратах. Очень рекомендую данные заушины к приобретению. По секрету, есть у меня и куда более дорогая модель подобных же заушин. Стоит она существенно больше, имеет на мой взгляд менее практичный кейс и почти идентичное звучание. Ну а суммарно с хорошими наушниками вся эта конструкция легко уделывает даже топовые ТВС за несколько сотен баксов. Реально очень круто получилось, намного лучше уже ушедших в историю AZ-09. А на этом у меня все, это были беспроводные заушинные CCA-BTX. Всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом. Субтитры сделал DimaTorzok